У меня есть история, когда просто отдыхала с одной женщиной, жила у нее, у нее не квартира, а у нее такой дом, хороший, классный дом в Украине, в Херсонской области. И мы с ней разговаривали, что у них как-то особо денег нет, что они живут, овощи, фрукты выращивают, потом в Херсон возят, продают. То есть, что жильцов-то, собственно, которых летом они берут, на этом, собственно, семья и живет, и что не так много людей приезжает, потому что это не море, а лиман. И какой-то вечер мы с ней заговорили о ее прадеде. Она принесла его фотографию, она, кажется, в гостиной там висит, такой он классный человек, и она рассказывала весь вечер о нем. И с такой любовью она об этом говорила, и вспоминала. И она, знаете, как… Это не был готовый рассказ, который, знаете, человек все время рассказывает. Это для нее самой был инсайт, что она об этом села, говорила, остановиться не могла. И такое было, ну, такое хорошее воспоминание этой родовой системы. И через несколько дней, то есть на следующий день произошло чудо, но только через день это чудо подтвердилось. То есть я о нем узнала через день. Она рассказала, что… Вот вы представляете… А его звали там, ну, там, типа… Это моя фантазия, не помню, как его говорить. Типа Петр Ксенофонтьевич. И она говорит, слушай, ты знаешь, говорит, у нас есть здесь, ну, такой один местный, который выбрался в большой город, ну, в Симферополь или в Севастополь. И говорит, так хорошо, его, говорит, зовут, как моего прадеда. Мы, говорит, о нем с тобой позавчера говорили. А он мне на следующий день позвонил, ну, вспомнил обо мне. Ему кто-то меня посоветовал. Говорит, он, я, конечно, меня знал, но ему посоветовали. И он попросил, ну, предложил мне, чтобы я в его доме убиралась. Ну, была, не убиралась, а домработницей была. Неправильно говорю. Как сказать, человек, который будет, ну, следить за всеми его персоналом. Как это можно назвать? Экономка. Вот, вот, правильно называется экономка. И она переехала со своим мужем туда, то ли в Симферополь, то ли в Симферополь. Его этот огромный дом, ну, счастливейший человек. Она прямо была, боже, не знала, какой пол целовать. И она все время тогда мне говорила, говорит, она говорит, вот это прадедушка мне помог. Это вот, ты посмотри, мой друг сидит. Она мне все уши прожужжала про этого прадеда. Ну, понимаешь, понимаешь, и вот это здесь же портрет. Я же здесь сидела, рассказывала. И на следующий день он мне звонит и говорит, а его зовут как моего прадедушку. Она была такой, она всей улицы, конечно, рассказала. Все ходили, смотрели на этот портрет. Вот она всем 30 раз эту историю уже понарассказывала. И прошло, ну, больше 10 лет, когда я стала это все изучать, рассматривать. Мне вспомнилось, понимаете, я когда дошла до темы про дедушка, я прямо увидела эту голую пристань, этот дом, в котором я жила, эту историю с этой женщиной. И я сказала, господи, неужели это так может быть? И я жду ваших историй. Теперь идем сюда. Нет, давайте. Это прадедушка, а это прабабушка. Ну, вы помните, что она секс-символ дедушки. То есть это секс-символ Бога. Давайте почувствуем, вот как это, иметь контакт со своей прабабушкой. Я хочу, чтобы вы видели мое лицо. Кто это такая несерьезная? Это я. И тот, кто хотел давно открыть свою внутреннюю девочку счастливую, чтобы за меня платили, да, чтобы мне все давали, чтобы мне все делали. Вот где живет вот эта красуня, которую мы все чувствуем, что у нас она есть где-то, но где ее найти, Господь его знает. А вот она, вот она. Потому что подумайте, как это устроено в нашем сознании. Если ее муж, с которым у нее секс, что это такого уровня Бог, то как он к ней относится? То есть если у него все есть, то сколько же есть у нее тогда? Я понимаю, что вам может казаться это, ну, мои объяснения странными, но мои объяснения – это пять копеек от того, что вы можете, ну, ощущать. Вот самое важное – это ваши ощущения здесь. Прямо все можно. Прямо задаренное, залюбленное. Смотрите, истории из внешней жизни – ничто с тем, как работает наше ДНК. И вот что мы получаем, когда у нас классные отношения с нашим родом, с нашими предками. На уровне фактажа она могла жить какой-то совсем другой жизнью. Но здесь, внутри меня, в моем ДНК, она просто балованная вся. Балованная наша Галя. Она такая, да, я такая. И это все есть у меня. И мы с вами делаем еще один шаг. Мы идем вот сюда, к прабабушке по материнской линии. И если это мама, и она меня любит, и она может меня палкой огреть, прямо слышно, что тут такая энергия, ну, все нормально. Бабушка – это прямо ням-ням-ням-ням-ням. Ну, прямо вот любят, 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 и лохматую любят, и с поломанным ногтем. То прабабушка… Это что-то прямо про гениталии мои. Господи, да что же это такое? Расскажите мне. Энергия прямо течет в два яичника и в гениталии. Это что-то про сексуальное здоровье, про сексуальное наслаждение. И, по-моему, это про оргазм. О, Боже, Господи, неужели и оргазм у меня заложен в роду? Да ну это нечестно. Нет, ну нет, ну нечестно. Нет, я так не играю. Что, все можно получить здесь внутри? Ну, неправда, ну не надо так, это очень глупо. Ну, а почему-то очень приятно. Ого! Просто ощущаете, сколько здесь про здоровье. Про здоровье наших гениталий. Ого! 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 своей дочери и вы сейчас тоже с чем-то очень познакомитесь вот ваш лучший любовник который знает что делать с вашим телом знает как сделать так чтобы вы кончили чтобы вы были возбуждены и таким образом вы открываете дорогу чтобы вашу жизнь приходил и такие мужчины или ваши сегодняшние мужчины становились для вас такими миленько но еще больше будет про прадедушка этот будет просто мужчина который будет мечтать доставить вам удовольствие будет думать только о том как вам хорошо постели и поскольку у нас но мы же не ни одного не с одним исцеляем отношения а со всеми то есть у нас но все это есть у нас остались пока не рассказанными две пары они нам очень нужны это наша прабабушка по папе и прадедушка я на прошлой группе эту тему вообще не поднимала ну и не успевала я и думала да ладно обойдемся но потом когда я сама не очень сильно дно штыркнула самой саму на этих предках я пошла и со всеми повстречалась сейчас я вам покажу вот сюда это дедушка помните дедушка секс символ мамы и это самый лучший муж а это его секс символ прабабушка чувствуете вот здесь наша сексуальность не я не он но не я команды а здесь но я становлюсь такой не значит покажу себя такой кармен иди сюда мой сладкий сахар теперь остановлю стану кладу свои руки на прадедушку то есть это моего дедушки по материнской линии его папа все все будет классно здесь такое сильное везение вот она если кому-то ну не хватает везения это будет здесь и у второго прадедушки ну вот во внутренней этой веточки такое блин да все будет хорошо малая все не боись все проскочим все у нас все схвате на то все заплачено теперь я иду в отцовскую ветку к его к папиной маме и это мама моей бабушки такая царыца такая что куда вы шо то есть помните что у нас бабушка была ну такая сексуальная и ее хотели и она такая все будет как я сказала а здесь уже просто вот это вот царыца ничего что я такой немного с иронией я с огромное восхищение так конечно быстро все пошли отжались то есть такое умение право приказывать теперь идем прадедушки а здесь шухер шахер махер здесь такое ну кручу верчу запутать хочу здесь вообще такое как это сказать возможность выйти сухим из воды вот мы на этом уровне с вами сегодня астана ну а не сегодня а мы в нашей работе остановимся если вы только ну вот внутри дойдете до прадедушки и дойдете пойдете по отцы отцам и дойдете до седьмого колена будет достаточно если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк это очень важно для меня и подпишитесь на мой канал каждую неделю выходит два-три новых видео и вы всегда можете быть в курсе всех новинок и уверена ваша жизнь будет меняться к лучшему